Путь от заводской медико-санитарной части до современного медицинского учреждения у Третьей Одинцовской поликлиники занял 55 лет. Сейчас по плану ее мощность 485 посещений в смену. Фактически получается немного больше 494. Это раньше за помощью сюда обращались только сотрудники Внуковского завода огнеупорных изделий и члены их семей. Теперь двери Третьей поликлиники открыты для всех жителей восьмого микрорайона. У нас просто какие-то семейные отношения у врачей, которые участковые. Ну понятно, они видят членов семьи в трех-четырех поколениях, но и врачи-специалисты также работают очень, понимаете, как неформально. Они всегда рады помочь человеку, который обратился в поликлинику. Я считаю, что термина профессиональное выгорание в нашей поликлинике нет. К медучреждению прикреплены чуть больше 24 тысяч жителей. Почти пять тысяч из них – дети. И теперь записаться на прием к врачу они могут не только по телефону, но и через интернет и информат. В праздничный день в Доме культуры Солнечной собрались те, кому Третья поликлиника обязана своими достижениями – врачи, медсестры, лаборанты и другие сотрудники. Я хочу выразить огромную благодарность за труд, за ваш каждодневный подвиг, за то, что вы жертвуете собой, частичкой вашей души, за ваше внимание, за то, что в ваших глазах всегда пациенты видят сочувствие, всегда могут рассчитывать на качественную, своевременную помощь. Поздравить коллектив Третьей поликлиники с 55-летним юбилеем и вручить благодарственные письма от Московской областной думы в свой день рождения в Дом культуры Солнечной приехала и Лариса Лазутина. Я не представляю, как это сложно, как это трудно, а самое главное, все-таки профессия врач – это должно быть от сердца, потому что вы всегда должны быть профессиональны в первую очередь, вы должны быть терпеливы, иметь всегда прекрасное настроение, независимо от того, как вы себя чувствуете сами, какая у вас обстановка в доме. И я думаю, что, безусловно, это люди идут по зову сердца. День рождения, тем более юбилей – повод загадать заветное желание, вернее, обозначить перспективы дальнейшего развития. Для более эффективной работы поликлинике необходимо новое просторное помещение, кадровое пополнение и автотранспорт для развития отделения неотложной помощи. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! «Одинцова»! Продолжение следует...